Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 5 февраля Агафий Полухлебник В этот день христиане чтут память святого Агафангела, 3-й, начало 4-го веков. Агафангел – это мужское имя греческого происхождения. На Руси носили преимущественно монахи. В народе для простоты произношения с ее имя упростили Багафия и Агафона. Праздник получил название Полухлебник за то, что в этот день принято было проверять количество оставшегося зерна в закромах. Для того, чтобы прожить до нового урожая, должна оставаться половина общего запаса. Агафий Полухлебник считался днем домашних забот и проходил, как правило, в хлопотах. Ранее ведь было большое количество празднеств, накопилось много работы. Впереди весна и посевные, а потому следовало позаботиться обо всем заранее. В этот день закрома проверяли хозяева, не успевшие сделать этого накануне, на Тимофея Полузимника. В народе говорили, агафон в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет. Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок погреба, сараи, амбары. Пустые закрома выметали да вычищали. И другие подсобные постройки подлатать да поправить стены и двери. На агафия Полухлебника хозяйки наводят порядок в доме, моют полы, стены, потолок, оконные рамы. Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях. Хватит ли его, чтобы напоить землю? Снег глубок, хлеб хорош, говорили по этому поводу. Были и другие наблюдения за погодой, а потому примечали. Если в этот день солнце и мороз, то август будет жарким. С самого утра синица закричала, значит скоро ударит сильный мороз. Во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева, будет отепель. Какова погода с утра до полудня, такой, говорят, будет и первая половина следующей зимы. А с полудня до вечера предвещает погоду на вторую половину зимы. Добавим, что с особым почтением на агафия относились к нищим и странникам, приглашали их в дом. Считалось, что 5 февраля по земле ходят святые и ангелы, которые могут принять облик усталого путника. На Руси издревле верили, что их молитвы быстрее доходят до Бога. По старой традиции в этот день угощали людей, обделенных судьбой, странствующих нищих и сирот. А в древние времена на территории Руси сироты не были обделены ни лаской, ни заботой, и не странствовали по свету в надежде найти кусок хлеба и место для ночлега. И вот почему. Жила тогда Баба Йога, она же Егиня-матушка, вечно прекрасная, любящая, добросердечная богиня-покровительница всех детей, а особенно сирот. Она странствовала по Мидгар-земле, то на огненной небесной колеснице, то верхом на коне по всем землям, на которых жили роды расы великой и потомки рода небесного, собирая по градам и весям детей и сирот, у которых в битвах родители и родичи все погибли, и остались они беспризорными. В каждой славяно-арийской весе, в каждом многолюдном граде или поселении богиню-покровительницу узнавали по излучавшейся доброте, нежности и кротости, любви и нарядным сапожкам, которые были украшены золотыми узорами, и все показывали ей, где живут дети-сироты. Простые люди называли богиню по-разному, но обязательно с нежностью, то бабушка Егой золотой ногой, раз сапожки золотом отделаны, а кто попросту – Егиней матушкой. Детей-сирот Егиня доставляла свой предгорный скид, который находился в самой чаще леса у подножия Ирийских гор. Это то, что мы называем Монгольским Алтаем, откуда Ирий наш тишайший, Иртыш. Все это она делала для того, чтобы спасти от неминуемой гибели этих представителей из древнейших славянских и арийских родов. В предгорном скиту, где Егиня-матушка проводила детей-сирот через огненный обряд посвящения вышним богам, имелось капище рода, высеченное в каменной горе. Рядом, в скале, имелось специальное углубление, которое жрецы рода называли «пещ-ра». Позднее это слово переиначили в пещеру. Из нее выдвигался каменный помост, разделенный выступом на два равных углубления, который назывался «лопота». В одно из углублений, которое было ближе к пещера, Егиня-матушка укладывала спящих детей в белых одеждах. Во второе углубление накладывался сухой хворост, который затем поджигался Егиней. После чего лопота задвигалась обратно в пещера. Для всех присутствующих на огненном обряде это означало, что дети-сироты проходили посвящение древним вышним богам. Чужестранцы, которые иногда присутствовали на огненных обрядах, они приезжали на торжище в скитах-поселениях, очень красочно рассказывали в своих краях, что своими глазами наблюдали, как маленьких детей приносили в жертву древним богам, бросив их живыми в огненную печь, и сотворилась ее Баба-йога. Чужестранцам было неведомо, что когда задвигался помост лопота в пещера, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лопоты и отделял углубление с детьми от огня. Дети отделены от огня, но для чужих они принесены в жертву. Затем жрецы рода переносили детей в помещение капищ рода. Впоследствии из детей-сирот воспитывали жрецов и жриц, а когда они становились взрослыми, юноши и девушки могли создавать семьи и продолжать свой род. Чужезенцы же не ведали и распространяли сказки о том, что дикие жрецы славянских и арийских народов, в особенности кровожадная Баба-йога, приносят детей-сирот в жертву богам. Эти сказки впоследствии отрицательно повлияли на образ Егиньи-матушки, которая из прекрасной молодой богини, с чьей-то легкой руки превратилась в отвратительную, злую и горбатую старуху со спутанными волосами, которая крадет маленьких детей, сажает их на лопату, жарит в печи в лесной избе и потом поедает. Даже имя богини-йоги исказили и начали называть ее Баба-яга-костяная нога и стали пугать богиней всех детей. А те дети вырастали. Кто через 10-15 лет в молодом жреце или жреце узнает того ребенка-сироту? Никто. Они же спасали роды от исчезновения. Никто и не думал посвящать чужих в тонкости огненного обряда с детьми-сиротами. Чужезенцы знали только то, что этих детей больше нет. Нет для этого мира. Они посвящаются другому миру. Какому? Миру жреческому, миру духовному. Потому что их цель сейчас – духовное развитие и сохранение своих родов. А что может быть выше цели – сохранение рода? Это и брали на себя жрецы и богиня-ягиня. Славяне, собирайте по крупицам и передавайте древнейшие знания и мудрость богов и предков наших детям своим. Братья-месяцы Большинян